Вот сейчас я вставлю кусочек видео, как Лёня отдирал зеркала от стены. Кто помнит, здесь раньше вот такой был пустой угол и висело 6 зеркал. Вот, и Лёнечка заснял, как можно снять зеркала со стены. Такой мастер-класс, я думаю, что это будет очень интересно. Так что смотрите. Здравствуйте, дорогие зрители. Вот у нас есть проблема снять зеркало с гипсокартона, которое наклеили на жидкие гвозди. Соответственно, мы используем такой вот примитивный инструмент. Это называется капроновая ленточка. Атласная. Атласная или капроновая. В общем, главное, чтобы она была прочная. К ней привязываются две шайбы, чтобы держать это в руках. И просто заправляем под угол зеркала и начинаем двигать. Как бы перепиливая все наши вот эти клеевые соединения. Ну, где-то минут 15 упорной работы, и зеркало будет отделено. У меня даже такое ощущение, что у тебя оно перепиливается побыстрее, чем за 15 минут. Ну, в зависимости от того, какая будет ленточка, есть ли зазоры между зеркалами. Ну, соответственно, вот такая простая технология. То есть, мы не ломаем ни гипсокартонную стенку, ни портим амальгаму. То есть, если бы мы использовали какой-то железный инструмент, у нас были бы тогда царапины на зеркале. А здесь, в принципе, вот все перетирается обычной капроновой ниточкой. Ну, и главное, что еще в момент последнего подреза, чтобы у нас это зеркало не упало на ныне. Ай, порвалось. Ну, в процессе, естественно, ниточка у нас не очень прочная, и может рваться. Вот так вот с обратной стороны выглядит снятое зеркало. Вот остаются такие спилы. Ну, по крайней мере, зеркало снять можно, не повредив гипсокартон. Желаем удачи! Элджи с утра... Сейчас Нина покажет, сколько уже шерсти. А, ты выкинула? Ладно, очень много. Целая просто куча шерсти, да ладно. И Элджи самое главное любит. Спинку почесали. Я была в шоке, что Элджи, ну-ка, по щечке. Вон она. Что Элджи, когда она чешет по щечке, она аж головку поднимает. Вот, давай, давай. Я думала, она будет убегать. Нет, она обожает. Вот так вот будет урчать. Особенно любит по головке, вот так вот. Особенно любит по щечкам, по бочкам, по спинке. Вон какая шерсть сразу становится красивая, у нее гладкая. Вон она. Ну, она прямо лежит и урчит. Так вот будет подставляться. Поблюшку она не очень, она любит по спинке и по бокам. А по попке вообще нельзя, она заорет. Ага, вот так вот. Я хочу сказать, что насколько, мне кажется, самой кошке легче. Мы вычесали шерсти вот просто вот такой ком с нее. Да, мы сейчас выкинули, конечно. Да. Это вот еще мало жалкие остатки. Мне кажется, самой ей насколько стало легче. И шерстка какая приятная стала на ощупь. Посмотри, она гораздо лучше стала. Она, конечно, стала мягенькая. Да, так как похудеет она. Что надо вычесывать вот так вот животных. Это вот обычная, самая обыкновенная расческа. Я пробовала покупать разные кошачьи. Да? Аленя говорит, давай купим расческу для кошки. Безполезно. А вот такой вот больше всего нравится. Им обычная расческа. Им видно не больно от нее, ничего. А специально они же как гребнем идут. Да, ну вот специально, я не знаю. Я пробовала с острыми кончиками покупала. Вот это вот лучше всего. Вон она, видите, лежит и балдеет. Вычесали, все равно. По тому же самому месту и все равно вон сколько. Ну, понятно, ты по хвосту не любишь ЛДЖИ. Я знаю. Это вот сколько шерсти вычесали с ЛДЖИ. Да просто можно целую варежку связать. Действительно, вот он какой подшерсток. Много это что? Ну? Это просто целая куча шерсти. Сейчас попытаемся сделать то же самое со Сквикой. Но со Сквикой очень трудно. Этот номер не пройдет, мне кажется. Ну что, зашипела-то? Думает, что уши будут мазать. Ты чего зашипела? Тебе же сейчас понравится. Вот. Сквике тоже нравится. Сквика просто туповата и не понимает. О, она тоже заурчала. Заурчала. Да, и куку оттопылила. Вот она. Не зря же они хотят, чтобы их чесали. Вот той, которую я покупала с острыми кончиками, специальная для чесания кошек. Сквика вообще даже не позволяла подойти близко. А вот этой она, да, она хотя бы позволяет. Урчит. Да, она урчит. Сквика причем и хвост дает. Лжи хвост не дает, а Сквика дает. Хорошо, Лени дома нет? Он бы нас сейчас бил. Не мучайте Сквику, сказала. Возьми, нет. Ой, у Сквики еще шерсток какая. Ну, подшерсток вон у Сквики белый такой. Да, и белый, и грубоват, и грубее, конечно. Лжи помягче, да? Белее, кстати, намного. Ну, ладно, Сквика. Моя сладенькая. Зато ты у нас будешь теперь гладенькая. Ведь нравится же. За Сквикой, чтобы вычесывать, надо по всему дому ходить. Да, за ней надо веселиться. Вот она сама подставляется. Да, к Сквике с силой невозможно. Да, Сквика кошка, которая силы вообще не терпит. А если к ней сладкая, она будет целыми днями ходить, тереться. Да, вот она. Сама же любишь, Сквикенька, сама же любишь. Вон как. Не подставляет шею. Да, она же вообще любит вот эти места все. Ну, все, кстати, вот чем дольше чешешь, тем уже меньше, меньше, меньше вычесывается. Все, Сквикенька, вон, легла. Смотри, как мордочку положила. Положила свою мордочку. Вот так вот. Нравится. Нравится, 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 конечно. Если бы не нравилось уж кто-кто, так ты правильно говоришь, Сквика уж точно бы не лежала и не терпела. Она бы соскочила уже и умчалась. Она ее тоже тут же заческу съедает. Сквика! Так она игрулька же еще. Да, она же играться ей, да? Ты думаешь, я с тобой тут играюсь? Ну все, ладно, Сквика, хватит. Все, выключай. Итак, у нас с Ниной две рамки. Мы решили одну сделать вот так вот вдоль, другую поперек. Да, нам так и надо там. Сейчас мы должны выбрать из вот этих обоев. Да, ну давай вот эти две отметаем. Вот это убираем, да. Сразу вот эти две. Эти убираем. Эти слишком вычурные какие-то. А нам надо, чтобы у нас тематика была такая. И вот эта тоже мне как-то шутка. Да, она просто как Таня. Вот эти три отпадают сразу. А вот из этих трех уже точно ты сможешь выбрать. Из этих трех нам, не из трех, из четырех. А, из четырех. Знаешь, что я только боюсь? Из тех, которые у тебя уже есть, по цветовой гамме я все не могла понять. Что тебе подойдет? Белененькие вот это вот подойдут. А вот там вот бирюзовая подойдет. Бирюзовая, наверное, не подойдет. Давай ее будем убирать. Она такая, она наносится не в тему. Вот это у нас выйдет только вот на такую картину. Вот эта сибирненькая подойдет тебе? Да, да, да. Вот, наверное, здесь я так подозреваю, что я хочу ангелочков вот этих. Не знаю, почему вот хочется их, да. Дальше. А вот эта картина у нас в длину. И, наверное, все-таки вот мои любимые вот эти цвета сиреневые. Вот. Наверное. Я, кстати, про них думала. У тебя все-таки вот эта твоя цветовая гамма. Да, и опять же ангелочек, что ли. Не надо понять, либо вот этот, либо вот может мостик. Если там ангелочков, сразу же двух ангелочков некрасиво. Вот смотри. Либо вот с этим мостиком, мы захватим головы ангелочков. Да? Нет. Нет, эту там нам надо в длину. Но если в длину, вот эту надо. Нет? Смотри. Ну, в общем, сейчас мы посмотрим, что нам здесь подойдет. В общем, из всей картины выбрали вот этот вариант. Самый больший нам понравился. Здесь и речка, и как бы ручеек, и мостик, и цветок. Да. Ну-ка, давай вот эту. А вот здесь одна картина красивее, другой у нас тоже получается. И вот эти цветы тоже какая-то здесь. Акушка или лужайка. Здесь тоже. Но все-таки вот в этот раз я прямо хочу ангелочков. Это вот произведение искусства. Настоящая картина получается. В общем, сейчас мы это сделаем все с Ниной, вам покажем. А мы смотрим «Любовь и голуби» идет, угораем. Какой фильм замечательный, да? Ага. Людка. А, Людка? Ага. Деревня. Деревня. В общем, вот смотрите, как мы делаем. На стекло, на скотч по-другому сейчас стали немножечко делать. В прошлый раз обрезали под край и пузырится вот это, вот эти обои сами пузырятся. А в этот раз натянули сильно. К стеклу очень хорошо скотч прилипает. Вот так вот приклеили. Сверху закроем картоночкой и вставим все это вот сюда в рамку. Вот так вот будет. Ну и вот посмотрите, что у нас с Ниной получилось. Вот такие две замечательные картины. Здесь цветы, речка или ручеек такой вот. А здесь наши ангелочки вот такие красивые. Прямо замечательно они вошли, как будто специально были нарисованы под эту рамку. Вот и все, Сквика с ЛДЖИ. До свидания. Поехала я домой. Да, все, все. Вот так вот. До свидания, мои маленькие. Наигралась с вами, натрепалась. Да, такая довольная. Все. Ага. Вот, отправляясь домой, собрала себе вот такой мешок с картинами и с абажуром. Это Леня в субботу приедет. Вот. Все это мне повесит. С подарками. Не, не говорю. Ехала к вам с маленьким пакетом. Думала, обратно поеду налегке. Какое там? Обратно у меня еще больше мешок. Такой вот. Вот. Нинулька мне упаковывает мой букетик цветов. Я сейчас тебе его упакую. Да, вот так вот. Ой, какой красивый ты, конечно. Кстати, они распустились. Ну, может, постоят еще денек. Кстати, плотненькие. Ну, и только в них довезти нормально. Плотненькие, смотри, такие тверденькие, да. Ну, ты перейдешь сразу. Да, да, да. Сейчас я быстренько на метро, до дома. И все. Вот так вот. 8 марта закончится. Поздравляем всех девчонок с 8 марта, хоть и с прошедшим. Желаем вам счастья, любви, всего самого-самого хорошего. Настроения весеннего. Да, солнечных деньков побольше. Я еду домой. На сегодня с вами мы прощаемся. Все, пока-пока. Продолжение следует.